А сейчас, друзья, рубрика «Сложный выбор» в The Elder Scrolls V Skyrim. Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, и как вы уже узнали, это город Рифтон, храм Мары. Заходим. Госпожа Мара в милости своей приветствует тебя. Чего ты ищешь, дитя моё? Находим Динию Балуа. Кому из восьмерых ты служишь? Мы поклоняемся богине Маре, даровавшей смертным любовь, чтобы они могли ощутить вкус вечности. Бесчисленные её милости. Любовь помогает познать истинную природу богов. И я могу получить благословение? Не все способны узреть предвестия рассвета, когда до него ещё далеко. Чтобы обрести касание Мары, сперва тебе нужно выполнить её волю. Исследуй грани бесконечного кристалла. Так ты будешь нести свет по всей земле? Конечно! Просто скажи мне, что делать. Рассвет озаряет тебя, дитя. Неси этот свет и даруй его всем. Мара передала мне образ. У подножия глотки юная дева. Почти девочка. Её переменчивая любовь должна осознать себя. Деревня Айварстед. Женщина, чьё имя Фастрид. Такова молитва, что наша богиня услышала и передала своим служителям. Возвращайся, когда исполнишь её волю. Я попрошу Мару за тебя. Книга любви, друзья. У меня есть канал стримы Мистер Кэт. Скайрим. Элден Ринг. Основные сейчас игры. Практически каждый день стримы. Ссылочка в описании. Скайрим. Там играя за лучника в режиме выживания на сложности легенда. 80. Только 80 жизней. И всё. Пытаюсь пройти все дополнительные квесты. Потом только гильди. И потом сюжетка. Хочу всё пройти. Это нереально. Элден Ринг. Первое прохождение за бандита. Также масштабно. Хочу всё и вся. Всех жду. Ссылочка в описании. Вы знаете, что делать. И вот нужная нам девушка. Это тебя прислала Мара? Да. Что тебя беспокоит? Или погоди, а откуда ты узнала, что я приду? Я молилась Маре, и она ответила во сне. Она сказала, что придёт тот, кого я не знаю, и поможет мне. Это ты? Да. Что тебя беспокоит? Мои родители просто невыносимы. Бассиан хочет на мне жениться. И по-моему, я его люблю. Но он хочет увезти меня в Рифтон. А отец ни за что не согласится. Он обожает этот дурацкий городишко. Но с Бассианом я так счастлива, как ни с кем и никогда. И мама тоже не хочет помочь. Именно с Бассианом она так счастлива. Ты чем-то смущена? Я не хочу выбирать. Они оба такие замечательные. А кто второй? Оба? Так бери двоих. Ладно, давайте разбираться. Напомню, кто такой Бассиан. О ком изначально вспоминает Фастрит. Это длинноволосый молодой красавчик с голубыми глазами. Именно он хочет ее увезти в Рифтон. А второй претендент это Климик. Парнишка не молодой. Где-то под полтинник ему, да? Как раз-то он просит нас отнести на высоких родгар припасы. Потому что сам уже не может что-то там с ногой. Давайте поговорим с родителями. С отцом сначала. Йовтор. Дочь сводит меня с ума. Так что прости, если я немного не в себе. Твоя дочь просила меня поговорить с тобой. По-моему, я уже знаю, о чем пойдет разговор. Она решила, что влюблена в Бассиана. И хочет уехать из города. Вместе с ним. Знаешь, что я тебе скажу об этом? Пару месяцев назад девчонка с ума сходила по Климмику. Болтала про него, не переставая. Будь она и впрямь влюблена в Бассиана, дело другое. Но она еще дитя малое. Оглянуться не успеешь, а она уже передумает. Почему ты так хочешь, чтобы она осталась здесь? Оглядись по сторонам. Тут почти ничего не осталось. Раньше был город как город. А потом все бросились переезжать в Рифтен. Если вся молодежь разъедется, кто останется в Айварстеде? Конечно, никакой родитель не хочет отпускать своих детей. Верно? Думаешь, это пройдет? Ты же знаешь, что такое дети. У нее что ни день, новые прихоти. И как обычно, у мальчишки и намека нет на характер. Его еще придется убеждать. Совсем чуток подтолкнуть, и все будет проще. И между прочим, он это не просто так сказал. Смотрите. В таверне между трактирщиком и Бассианом может произойти диалог. Ты уже поговорил с Фастерем? Нет. Говорю тебе, Вилхельм. Если бы я мог ее отсюда увезти, я бы сделал это завтра же. Но Климмеку еще многому нужно научиться. Климмек отлично справляется. Прислушайся к зову сердца. Когда-нибудь, но не сегодня. Ох уж эта легкомысленная молодежь. А теперь поговорим с матерью. Пастрит. Твоя дочь просила меня поговорить с тобой. Силы небесные. Наверняка что-то насчет мужчин. Нам бы всем ее проблемы. Слушай, только мужу моему не говори, но Бассиан мне нравится. Я хочу, чтобы Фастрит была счастлива, даже если ей придется покинуть Айверстед. Если они по-тихому сбегут из города, мужа я возьму на себя. А как их нужно подтолкнуть побегу? Бассиан очень боится Йофтера. Если Бассиан узнает, что я не позволю мужу расправиться с ним, он тотчас же увезет Фастрит в Рифтон. Скажи ему, что я на их стороне. Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. И теперь главный выбор. Легкомысленный молодой Бассиан, который увезет Фастрит в Рифтон. Или зрелый мужчина Климик и дочь останется в городе. Кого же выбрать? Но давайте поподробнее. Говорят, ты потерял Фастрит? Фастрит, что же случилось? Не понимаю. То она мне улыбается, то я даже не могу поймать ее взгляд. Вот Бассиан. Вот он наверняка бы сразу все понял. Он понимает женщин. Не уверен. Похоже, тут ничего особо не поделаешь. Это если мы передумаем. Возможно, и нравятся доминантные мужчины. Вот что нужно выбирать. Это что еще за слово такое? А ладно. Я думаю, нравятся мужчины покультурней. Опять же, нет. Я имею в виду, что тебе надо быть напористым. Постой. По-твоему, мне надо просто ей сказать, что я ее... Хочу. Да. И с миром оборота. А ведь правда же, волков боятся в лес не ходить. Все, я иду к ней. Беги. Беги. Хватит пяриться на дом. Нарфия. Фастрид, мне нужно тебе кое-что сказать. Климик? Что такое? Я не хочу, чтобы ты покидала Айверстед. Почему? Потому что мне будет не хватать тебя. Ну, я думала, у тебя все мысли о рыбалке. Что хорошего в рыбе, если приходится есть ее в одиночестве? Ох, Климик. Или Ботти отправила меня к тебе. Это насчет Фастрид. О, любовь моя. Как же я хочу увезти ее далеко-далеко от всего этого. Зачем Ботти послала тебя ко мне? Даже не знаю. Надеюсь, все образумится. Это если мы передумали. Она сказала, что вам лучше убежать и тайно пожениться. Я всегда чувствую, что она меня любит. По крайней мере, больше, чем этого грубияна Йофтера. Йофтер? А как же Йофтер? Он это дело так не оставит. Это будет неприятно. Ботти сказала, что с Йофтером сама разберется. Правда? Если она берет его на себя, тогда все будет в порядке. Я... Я сейчас же поговорю с Фастрид. Как можно скорее. Беги. Беги к ней. Фастрид. Нам нужно поговорить. Бассиан, солнышко, в чем дело? Мы должны бежать отсюда. Твой отец никогда не одобрит наш союз. Да и мне надоело здесь торчать. Куда же мы пойдем? В Рифтен, рыбка моя. Тебе понравится в городе. О, особенно с тобой. Нам нужно собираться немедленно. И между прочим, эту парочку чуть позже можно застать в Рифтене. Увы, каких-то уникальных фраз не будет. Но сама фишка, проработанность, это очень круто. И мне кажется, все же это правильный выбор. Во-первых, Фастрид сразу вспоминает о Бассиане. Как бы какой-то такой акцент. Все же это ее половинка. Во-вторых, он увозит ее от родителей. Как ни крути. Но молодая пара должна жить подальше от родителей. Это, это факт. Ну и в-третьих, ребят, как-то раньше я не запаривался. И иногда все же выбирал, когда проходил этот квест Климика. Но после того, что я узнал чисто случайно, я больше его никогда не выберу. И всегда буду выбирать Бассиан. Что я увидел? Или же услышал? Смотрите, эту фразу Климика я услышал вот только недавно. Друзья, это нереальный рандом. Я просто в первый раз. Почему? Да потому что Климик в таверне бывает за сутки всего лишь один раз. И фраза рандомная. Мне кажется, вы тоже ее никогда не слышали. Но перед тем, как я вам ее покажу, новая ваша любимая рубрика. Ты прекрасно играла вчера вечером. Спасибо, Климик. Ты очень милый. Может, когда ты закончишь сегодня вечером, мы бы... Ты замечательный, но я пока не готова к такого рода встречам. Прости. И после этого диалога мы все-таки понимаем, что Климик как-то не особенно страдает. О, пастрит. Да. Но лично для меня это жирная точка в выборе. А для вас пишите в комментариях. На этом все. Поддержите видео лайком. Подписывайтесь. Счастья, здоровья вам и вашим близким. Пока.